Папины дочки, папины сынки Прямой эфир, день добрый, я его ведущий Евгений Сарапулов У нас звоночек принимаем Попытка не удалась Однако пришло сообщение, кстати, только что до нас дозванивался, по-моему, Олег из США Олег, можете прямо сейчас позвонить, я приму ваш звоночек И от Артёма Журавлёва, пока Олег дозванивается, я читаю сообщение Сообщение через скайп пришло, кстати, радио Теус В скайпе набирайте и либо звоните, либо присылайте сообщение Артём пишет Добрый день, вчера сборная России проиграла в товарищеском матче Бельгии 2-0 Наши ребята не первый раз играют плохо после матча Игроки жалуются на болельщиков, так как на них льют грязь В принципе, игроков можно понять Но почему наши ребята играют так безответственно, равнодушно? Они же выступают за Россию, а это честь Так, читаем далее Проблема в психологии или ещё в чём-то? Как зажечь наших футболистов и как быть нам простым болельщиком? Спасибо, Евгений Спасибо и вам, Артём Всякий раз, когда я вижу, как наша сборная России проигрывает У меня опять-опять пропадает желание вообще смотреть футбольные матчи сборной России с кем бы то ни было Ну, потом опять я пытаюсь смотреть Думаю, может быть, наши выступят хорошо И иногда такое случается Вы знаете, различные научные исследования показывают в области спортивной психологии На 70% успех, победа, спортсмены или команды Зависит от психологической подготовки Поэтому, естественно, это однозначно у нашей сборной России по футболу Недостаточно психологической подготовки Кроме того, я считаю, что наши ребята недостаточно сыграны как команда У них недостаточно мотивации играть именно как единая команда То есть некоторые игроки в нашей сборной России Они в большей мере заряжены на индивидуальную игру, нежели на командную Если посмотреть на то, как они играют в зарубежных клубах То там они свою индивидуальность используют в контексте командной игры И поэтому там они играют зачастую лучше Поэтому, естественно, возникает вопрос Почему наши футболисты не так замотивированы на командную игру Когда вроде бы они должны это делать в первую очередь Я думаю, что отчасти не хватает сегодня вот такой общей идеи То есть те люди, с которыми я общаюсь Из политиков, из чиновников, бизнесменов Многие из них очень скептично относятся к будущему России Не верят в сильную Россию По крайней мере, очень много критики Ее так много, что невольно сам заражаешься пессимизмом И перестаешь верить, что Россия вообще может иметь Какую-либо положительную перспективу Я думаю, что наши футболисты, они, естественно, в этих кругах вращаются Сборная команды по футболу, понятное дело, бывают на каких-то встречах И вот в кулуарах они часто слышат такие пессимистические рассуждения И вот если послушать мой прямой эфир Вы обязательно заметите В нем намного больше позитива, чем пессимизма Но проблем очень много в нашем эфире Когда нам звонят, рассказывают Или вот сейчас вы написали Однако в чем здесь позитив? В том, что, Артем, мы с вами неравнодушны к игре нашей сборной Это плюс Второй плюс Мы понимаем, что они играют плохо Но понимаем, что они могут играть хорошо И это тоже плюс Третий плюс Мы хотим, чтобы наша сборная по футболу играла хорошо И мы начинаем думать о том, как им помочь И наш с вами диалог, разговор, дискуссия по этой теме Это уже свидетельство Что однозначно Если мы не потеряем это желание помочь нашей сборной по футболу Мы им поможем Прямо или косвенно Но эта помощь до них дойдет По крайней мере, мы можем за них помолиться И вот всегда так нужно относиться Какая бы проблема ни возникла в нашей жизни Нужно всегда в ней видеть больше возможностей Чем негатива То есть даже если вы увидите один негатив Превратите весь этот негатив в позитив Как это делать? Ну что ж, в эфире День Добрый Я готов вас этому научить Так что дозванивайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому